Так сложилось, что мой дебютный фильм «Усатый нянь» получил достаточно большую аудиторию. Его посмотрело около 50 миллионов человек. И я еще тогда был человек веселый и хотел снимать комедии. Я начал искать комедию. А все мы знаем, что комедийный сценарий – это редкость величайшая. И я услышал, что Георгий Николаевич Данелли запустился с проектом по рассказу Вики Токарева «Ничего особенного». И что он что-то такое передумывает. Потом я узнал, что они действительно с Габриадзе сели писать сценарий «Мимино». А этот сценарий выпал как бы в осадок. Я пришел к Георгию Николаевичу, мы были знакомы. Как бы почитать этот сценарий? Он говорит, пожалуйста, приходи на Моссфильм, я тебе дам. Я прочитал сценарий, и он мне очень понравился. И говорю, а как быть? Георгий Николаевич говорит, а как? Давай запускайся, только по-другому назови его, потому что я еще нахожусь в производстве этой картины. А ты начинаешь делать уже по этому сценарию. Ну, и надо сказать, что был совершен подвиг. Потому что в течение месяца, даже полутора, каждое утро, мы собирались с Викой Токаревой и с Георгий Николаевичем Данелли, и переписывали сценарий уже на меня. А потом он ехал после обеда, они писали мимино. Сценарий получился, и мы запустились. И по предложению Вики Токаревой уже этот проект назывался «Шла собака по роялю». Дальше продолжение. Ей зашла под крышку, крышка с парки сорвалась, ей набила шишку. Это детская считалка. И потом, когда мы сняли картину, да, у него очень много международных наград. Я получил большое количество именно международных почему-то. Вас, Ковров и всяких других. Она была признана лучшей комедией года. История была замечательная. Значит, музыку писал Алексей Рыбников. И он утреннее танго очень любил. Мне тоже нравилась эта танго, которую он написал. Я говорю, что нужно туда вживить какие-то реалии. Ну, и написали струйки молока по цинковому ведру. Там-там-там-там-там-там-там-там. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все, уже записано, фонограмма, и все. Я говорю Алене Кищи, которая играла главную роль, я говорю, надо, будем снимать завтра кусок этот. У нее глаза открылись от ужаса. Она говорит, Владимир Александрович, я никогда не доила коровы, и для меня это ужас. Ну, я говорю, надо пробовать. На следующий день она пробовала, и я увидела, что действительно ужас. Какое там танго. У нее глаза растопырились от ужаса. Она вся покрылась потом. Я говорю, каждый день будешь доесть корову. Мы ее прикрепили к доярке тети Мани. Она ходила недели полторы. Но выяснилось бессмысленно все. И потом меня когда спрашивают, как это было. Конечно, могу рассказать секрет, что это руки профессиональной доярки, группный план Алены пришлось монтировать. Хотя очень хотелось снять, конечно, это целиком. Иногда я говорю, что бывают какие-то сложности, которые никак не предвидишь. Но интонации картины... И монтировалась она очень тяжело. Понимаете? То есть проза Вики Токарева, она такая романтического, такого отстраненного плана. И когда реальный экран, то очень странно персонажи делаются. Они какие-то немножко не в себе, мягко говоря. И я долго не мог склеить кино. Я даже жил на раскладушке в монтажной. Пожалуй, единственная картина. И ночью вдруг мне стукнуло, что я неправильно монтирую. Я монтирую как свидетель, что я деревенский житель. И рассказываю историю, которая произошла у нас в деревне. Вот это все было неправильно. Когда я представил себе, что я москвич. Приехал в деревню на лето. Что-то увидел, что-то услышал. Где-то подглядел через забор. Где-то что-то... И свое ощущение, все мгновенно склеилось. Понимаете? Вот нужно было дистанцироваться. Чуть-чуть отодвинуться от истории. И она стала такой правильной совершенно. Поэтому я желаю приятных просмотров. И думаю, что картина вам понравится. Потому что хоть ей много лет, но она не увидает.